Шанс, которым россияне не сумели воспользоваться. Так на Западе прокомментировали смерть Михаила Горбачева. Первый и последний президент СССР, один из самых значительных политиков 20 века, умер накануне на 92 году жизни после продолжительной болезни. О его смерти скорбят по всему миру. Кто-то вспоминает о его вкладе в окончании Холодной войны, кто-то о роли в распаде Советского Союза. Президент России отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность Горбачева, выразив соболезнование семье бывшего политика. С сообщениями поспешили и другие политические деятели. Подробности смотрите далее. Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических и общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимых стремился предложить свои решения назревших проблем. Так прокомментировал смерть текст главы СССР Владимир Путин. В сообщении, опубликованном от имени президента США Джо Байдена, говорится, что Горбачев был человеком замечательного видения, который завершил холодную войну, длившуюся более 40 лет, и имел мужество признать, что необходимо что-то менять. После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы, верил в гласности, перестройку, открытости, перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений, говорится в сообщении Байдена. В Рио главы британского Кабмина, в свою очередь, выразил сожаление кончины Горбачева, отметив, что всегда восхищался мужеством и честностью, которую он демонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила в публикации, что Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером, который открыл путь к свободной Европе. А по словам президента Франции, приверженность Горбачева миру в Европе изменила всеобщую историю. Свою официальную позицию по поводу войны на Украине Горбачев не высказывал. Однако журналист Алексей Венедиктов, один из его близких соратников, в начале боевых действий заявлял о якобы высказанном Горбачевом сожалении по поводу происходящего, а также утверждении, что Путинди разрушил дело его жизни. Михаил Горбачев снискал глубокое уважение в мире, как человек больше других, сделавший для того, чтобы прекратить холодную войну. Но в бывшем Советском Союзе многие до конца жизни винили его в распаде страны. Драма моя. Как и я думаю, драма нашего, всего Союза. Его политическая карьера знаменовалась августовским путчем. 91-го года, когда группа противников пыталась свергнуть власть в Москве. Переворот, впрочем, провалился, однако Советский Союз просуществовал недолго. В декабре того же года Горбачев ушел в отставку, а через несколько дней СССР официально распался. На внешнем фланге Горбачев отметился своими усилиями прекратить холодную войну, подписав соглашение о сокращении вооружений США. В том числе и за этот факт в 90-м Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира. Я сделал выбор очень правильно. Если бы я возвращался опять в то время, тот же был выбор. Но не допустил бы тех просчетов. Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой, которая скончалась в 1999 году.